МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новости Азбестовского телевидения. В студии Юлия Иванова. Сегодня в выпуске. Выставка известного иллюстратора открылась в художественной школе. Форум молодых специалистов состоялся в комбинате Урал-Азбест. На выезде из города пострадали три человека. Встреча с художником, нарисовавшего персонажа известного мультфильма, состоялась в художественной школе. Иллюстрации, представленные на выставке художника Евгения Ивановны Стерлиговой, кажутся знакомыми. И это неудивительно, ведь она иллюстрировала книги авторов, которых мы все помним из детства. Валентина Крапивина, Эрнеста Теодора Гоффмана, Кира Булычева и Рея Брэдбери. Евгения Ивановна считает чтение самым увлекательным занятием. А для художника и иллюстратора уметь хорошо читать просто необходимо. У Крапивина, опять же, учительница тюменская, военная или послевоенная где-то, понимаете, как тяжело жили эти женщины во время войны. Она уже не молодая. Она входит в комнату и говорит, она, поправляя пуховый платок, тяжело опустилась на стул. Значит, ясно, что у нее опухшие ноги, что-то грузная, а не молодая женщина. Художник, она сказала, пришла учительница, он рисует гувернантку 19 века. Худую, тащу, в кружевах, с какой-то брошкой тут. Не читает он, понимаете? То есть книжку надо, ну просто вот, надо ее любить. Но самые узнаваемые ее работы – персонажи мультфильма «Промометроли». Режиссер-мультипликатор студии «Свердловск Телефильм» Анатолий Аляшев целенаправленно искал художника для серии мультфильмов по книге писательницы Туви Янсен. Они тогда делали кукольный мультфильм «Буренка из масленки». Они хотели эти сделать точно так же. Вот. И почему он стал искать другого художника? Ведь Туви Марика Янсен, она сама художница, и все ее книги ей уже проиллюстрированы. Там все. Но нельзя делать кукол, потому что там у нее, допустим, вот такие морды, на которых нет ни носа, ни рта, глазки какие-то есть, а рот появляется в любой точке этого лица. Я нарисовала несколько штук, притащила пять или шесть. Они посмотрели, заулыбались так, заулыбались, заулыбались. Говорят, а что, ребят, работаем, работаем. Вся группа пришла, маленькая группа у нас. Вот. После чего прошла неделя, Анатолий звонит и говорит, слушай, а ведь мы решили делать рисованный фильм. Иллюстрации художник выполняет тушью и в смешанной технике туши-акварель. Привычка писать пером осталась со школьных лет. Знаете, такие были чернильницы, непроливашки такие вот, и деревянные ручки с перьями. Вот этим рисовали. Выставка в художественной школе необычна еще и форматом проведения. Авторы работ посещают такие выставки достаточно редко. А в этот раз Евгения Ивановна сама вызвалась пообщаться с учениками. Мне показалось, что это человек, который очень любит детей, очень добрый человек, который все время живет в сказке. Поэтому она иллюстрирует сказки. Ну, мне работы понравилось, это самое главное. И художница тоже, она как, ну, эффективная такая, веселая. Ну, жизнь у нее интересная тоже. Ну, необычно, никак у остальных людей. Она в основном иллюстрирует фантастику. И она это причем так реально делает, что ты просто погружаешься в каждую работу, как в некоторый такой фантастический мир. И ее работы побуждают просто еще раз перечитать, прочитать эти произведения. Встреча прошла в непринужденной манере. Дети задавали художнику массу вопросов на самые разные темы. А после встречи выстроились за автографами. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. Урал-Азбез – территория возможностей. По таким названиям в комбинате «Урал-Азбез» состоялся пятый юбилейный форум молодых специалистов. В мероприятии приняло участие более ста человек. На площади перед учебным комбинатом «Урал-Азбез» многолюдно. Все это молодые специалисты городообразующего предприятия нашего города. Ребята собрались здесь, чтобы принять участие в уже ставшем традиционном форме молодых специалистов. С напутственным словом к ребятам обратился заместитель генерального директора Валерий Юстус. Большое спасибо за то, что вы здесь. Погода нам тоже сопутствует. И пятый форум – это есть определенная возможность подвести итоги вот тех предыдущих четырех форумов, которые мы проводили. Ну а сейчас форум открыт. Ребята, вам успехов. Всего доброго. В этом году для участника форуму организаторы подготовили новое испытание – квест под названием «Будущее через прошлое». Это своеобразная игра, которая заключается в выполнении различных заданий, цель которых – найти ответ, позволяющий перейти участникам к следующему заданию. Задание – это определенная задача, поставленная перед командой, зашифрованное месторасположение в городе. Игроки, стареженные мобильными телефонами с интернетом, с азартом выполняют задания и ищут ответы, спрятанные в разных местах. Наша съемочная группа отправилась к командой автотранспортного предприятия. Им досталось задание по таинственным названиям в гостях у сказки. Ребята с интересом читают задания и пытаются найти ответ, не без помощи интернета на мобильных устройствах. Проход печатать, проход печатать, может это сказки по звене, как он проход печатать. Другого дадим. И наряди другого парнишку. Детишки прослышали про эту науку, что за рамку ревут как бы. Не всегда отвечая правильно на задания, ребята не отчаиваясь двигаются дальше конечной цели. Наконец, спустя два часа, побывав в различных организациях со сказочными названиями и не только, ответив на массу вопросов, ребята, пройдя все испытания, достигают конечной цели. Константин Кузнецов – капитан команды автотранспортного предприятия. Молодой человек признался, что такое испытание было очень интересно проходить. Мы побегали, порадовались, можно сказать, посоревновались с другими участниками, только мы их не видели. Но в целом все замечательно. Я доволен. Было интересно, что-то новое узнавали сами и между собой общались. После квеста молодые специалисты комбината отправились в лагерь Искорка. Именно здесь проходили основные мероприятия. Вторым этапом форума стали презентации команд. Участников в зале поддерживали руководители соответствующих структурных подразделений и дочерних обществ. Команда «Азбофабрики», например, показали сценку, взяв за основу известную всем сказку «Репка». Взялись мышка, кошка, жучка, бабка, дед, а также внучка. Долго думали, куда, но не хватило им у вас. В общем, бабку с деткой сократили. Внучка вновь в декрет пошла. Ну а жучка, кошка, мышка разбежались кто куда. В яркой песно-танцевальной и юмористических формах участники показывали свои сценки, о работе и деятельности в комбинате. Ребята из команды «Водоканал» устроили настоящее радужное шоу. Веди подпитает наш комбинат. Род, песни, пива тебе, пива. После презентации команд заместитель директора Сбестовского политехникума Наталья Караваева провела для молодых специалистов тренинги, позволяющие правильно преодолевать препятствия, развить в себе лидерские способности, а также использовать свои возможности и изменять себя в лучшую сторону. Обязательно каждый год в рамках форума проводится некая образовательная часть. Ее формат немножко меняется, но всегда действительно это элементы тренинговых процедур. А самое главное – создание условий, когда ребята раскрепощаются, начинают свободно общаться, начинают проявлять себя, они создаются. И цель, собственно, она в этом и заключается – увидеть их такими, какими они есть, увидеть их лучшее качество, увидеть их скрытые возможности, оценить их лидерский потенциал, оценить их стремление, оценить и понять мотивы их поведения. Одним из последних заданий для команд было создание эмблемы форума. Здесь ребята проявили свои творческие и художественные способности. Ни одна эмблема не была похожа на другую. Участники форума удивили всех своей творческой натурой и неординарностью. Команда Азбестовского политехникума, например, символически изобразили молодого специалиста в виде ростка, выбивающегося из преграды. Мы рисуем росток, выбивающийся из камня, характеризующий как молодой специалист, преодолевая все препятствия, превозмогает природу, все препятствия и совершенствуется, растет над собой, растет над камнем, своими проблемами и преградами. На данный момент в акционерном обществе вместе с дочерними предприятиями комбината работает около полутора тысяч молодых людей. В возрасте до 30 лет. В этом году в форуме приняли участие 113 специалистов. По результатам форума будут отобраны наиболее активные участники в школу перспективного резерва. Несколько задач, которые мы ставим. Первое, конечно же, это выявление лидеров в производстве, лидеров в общественной жизни. То есть мы хотим найти инициативных ребят, которые смогут нам предложить новые идеи. Вторая задача – мы хотим поработать на командообразование, потому что команда представляет каждое наше структурное подразделение, и ребята не знают друг друга. Здесь мы говорим, даем возможность пообщаться, и в результате общения и знакомства может затем повлиять в том числе и на решение производственных процессов, на сближение наших структурных единиц. В молодежном форуме участвует и команда ветеранов. В тактичной форуме называют участников и совета молодых специалистов, организаторы. Ребят, которые приняли участие во всех форумах единицы. Среди них Юрий Сесаров, член совета молодых специалистов комбината. Начиналось, конечно, не в таких все масштабах, скромно. Было все совершенно иначе, и большинство ребят были зажаты и как-то скованы. Не шли активно на диалог, стеснялись. Но со временем много людей проявили себя в различных областях и раскрылись благодаря даже этим форумам. В финальной части форума молодых специалистов были подведены итоги конкурсов домашних заданий. По результатам презентации участников форума команды, а завода по производству теплоизоляционных материалов и совета молодых специалистов разделили между собой третье место. Серебряными призерами стали представители водоканала. Первое место присудили асбестобогатительной фабрике. Остальным командам были присуждены различные номинации. Всем участникам вручили дипломы, а призерам конкурса подарили памятные призы. Завершился форум молодых специалистов массовым запуском небесных фонариков. Старт слет отрядов юных инспекторов движения прошел в Дворце творчества. Во Дворце пионеров состоялся традиционный слет отрядов ЮИД. Это традиционное мероприятие. Оно призвано помочь спланировать мероприятия, которые посвящены безопасности дорожного движения как на уровне города, так и на уровне школы. Подводить итоги прошедшего года учебного, планировать на новый учебный год, ну и в том числе поздравлять ребят, которые у нас поучаствовали на областных соревнованиях «Безопасное колесо». Слет начался с представления команд. За время каникул часть отрядов сменила атрибутику и название, а некоторые даже успели полностью обновить состав, как это произошло, например, в 30-й школе. Наш отряд. Перекресток. Наш девиз. Знай облицу умножения. Наш любовь должны мы. Но и правила движения нам необходимы. Знаете, готовили мы, в принципе, очень в таких скорых условиях, поскольку положение мы вот только-только взяли, поэтому мы выбрали новое название. В прошлом году у нас отряд был «Светофор», в этом году мы выбрали название «Перекресток». Мы выучили название, выучили девиз, приготовили эмблемы, приготовили бейджики. Ну, в принципе, вот мы сегодня только пришли посмотреть на то, что это такое, как это работает, и что мы должны делать, и какое участие мы должны принимать. На сцене состоялось чествование победителей конкурсов минувшего учебного года и вручение удостоверений юных инспекторов движения новым участникам. Официальный тон мероприятия разбавила танцевальная флешмоб «Разминка» от отряда «Зебра» из 16-й школы. Здесь же отряды ЮИД представили планирование мероприятий на новый учебный год. Были представлены проекты мероприятий на тему Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, дня матери, дня учителя. Отряд ЮИД «Селеный свет» из Малышевской школы номер 3 предложил провести акцию в детских садах и рассказать о правилах дорожного движения в форме кукольного спектакля. Ты должен правила движения всегда и всюду соблюдать. Быть юным инспектором движения не столько почетно, сколько ответственно. Им приходится не только знать правила и участвовать в мероприятиях, но и предотвращать опасные ситуации на дороге. Мальчик тогда выбежал на дорогу, отдернули его, потому что там машина рядом ехала, и он выбегает. Машину не видит из-за кустов. Я взяла его, отдернула, начала говорить, ты куда? Я обычно подружек останавливаю. Несмотря на юный возраст, эти ребята относятся к своим обязанностям достаточно ответственно. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. А сейчас мы привемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайте канал. Как защитить детей от вредной информации в интернете задумываются не только родители, но и сотовые операторы. Компания «Мегафон» провела круглый стол, посвященный безопасности ребенка во всемирной сети. Очень много выложено, выкладывается с детьми фотографий, каких-либо персонифицированных информаций о себе. Им приходится общаться, да, и таким образом они попадают на эту удочку злоумышленников. Только в 2014 году по материалам отдела КАА в области было возбуждено 38 уголовных дел по факту развратных действий в отношении детей. Так что защите малышей в интернете уделяется много внимания. Важно их не только защищать, но и научить их навыкам безопасного поведения в сети. Это совместная задача и органов управления образованием, и образовательных учреждений, и прежде всего родителей, как первых педагогов. Уже сейчас во всех школах области установлены контент-фильтры, но современные дети зачастую имеют неограниченный доступ в интернет. У 80% первоклассников есть современные гаджеты. То есть вот они пришли в школу, у них уже есть телефон или планшет, с которого они могут свободно зайти в интернет. 9-летний Марк Вишня Вундеркинд прославился на всю страну, когда обыграл Анатолия Вассермана. Ребенок понимает, не все, что есть в интернете, подходит для детей. Есть не полезные сайты, а есть полезные. Неполезные сайты лучше закрывать, но полезными надо пользоваться. В помощи родителям Мегафон предложил услугу детский интернет, ограничивающий для детей доступ к нежелательным ресурсам. Детский интернет, который специально был разработан для школьников, школьников начальных классов, так скажем, в категории до 12+, который предусматривает доступ только к определенным разрешенным белому списку тех сайтов, которые являются реально обучающими. Кстати, специально для школьников Мегафон предложил бюджетный планшет Мегафон Логин 3. На него можно установить бесплатные приложения для учебы. Подробности узнавайте на сайте оператора. Возможно, лучшие цены в городе на бытовую химию. С 15 сентября по 15 октября. Жидкость для мытья посуды Ферри по ассортименте 500 мл 39,90. Райт. Стоит заехать. Транспортную компанию требуются водители категории Е. Заработная оплата 25 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 912 232 22 26. Азбестовскому телевидению на работу требуется корреспондент. Опыт работы приветствуется. Гарантируется полный социальный пакет. Обращаться по телефону 2 27 09 263 94. В начале прошлого века в России продавался холодильник, который работал на дровах. Можно и шашлык пожарить, и литку наморозить. Вот только дров уходило много. Современным холодильникам дрова не нужны. Техника, которая радует вас. Корпорации «Центр» в честь 15-летия рассрочки. Дарим до 7 тысяч при покупке в рассрочку. Дрова заказывали. Какие дрова. Впервые в нашем городе Московский лунопарк. Более 8 видов детских и взрослых аттракционов. А заряд положительной энергии. И море позитиво гарантированы. Только с 8 по 19 октября на площади у Центрального универмага. Раньше телевизоры были толстые, деревянные и подслеповатые. А первая передача вообще неинтересная. Неподвижная точка. Но ученый Борис Розинг был в восторге. А пупеть. Техника, которая радует вас. Впервые в корпорации «Центр» золотая скидка. Минус 40% на все. Если сервак не рухнет, я вам любой авик завью. Переведи. Возможно, лучшие цены в городе на овощи и фрукты. С 15 сентября по 15 октября. Капуста свежая. 1 килограмм 6,90. Райд. Стоит заехать. Спасибо, что остались с нами. Мы продолжаем выпуск. Двойной праздник отмечали во Дворце культуры поселка Белокаменный на минувшей неделе. К Дню воспитателя приурочили юбилей детского сада «Золотой петушок». Так получилось, что юбилей детского сада стал общим праздником не только для его работников, но и для работников школы номер 18. В 2013 году в рамках реорганизации детский сад присоединили к школе. Мы много лет являемся социальными партнерами, являлись социальными партнерами, а сейчас мы одна, дружная, красивая, здоровая, полноценная сад. Поздравить детский сад с полувековым юбилеем приехали социальные партнеры. Ну и, конечно, какой юбилей без подарков. Комбинатор «Алазбест» в качестве подарка приготовил шведские стенки для садика. С Белокаменом нас связывает очень большая дружба. 85 лет назад Белокаменное было заложено как предприятие, которое будет обеспечивать, ну, в то время сам наркоз, в дальнейшем комбинатор «Алазбест», продукцию сельского хозяйства и жидного отчества тоже. И с тех пор у нас, в общем-то, продолжается это содружество. Сегодня вот 50 лет детскому саду, мы тоже, в общем-то, приехали. И мне здесь очень нравится бывать. Здесь своеобразная такая аура, доброжелательная. Сергей Константинович Ириан раньше был директором местной птицефабрики. Он и сам принимал участие в жизни детского сада в постсоветские годы, когда дошкольные и школьные учреждения нужно было выводить на новый уровень. Детскому саду внимание было такое первое. Нулевые классы там организовали. Сделали так, чтобы этот достойный детский сад был, он и сейчас достойный. Ну и по тем временам мы как бы перенимали опыт этот европейский. Ну и внедряли в нашем Белокаменном. Среди гостей праздника были и депутаты Думы с Бестовского городского округа. Нет важнее и труднее работы, чем воспитывать наших детей. Я с удовольствием хочу поздравить вообще жителей всего поселка Белокаменный и весь коллектив этого учреждения образования. Ну с таким прекрасным юбилеем сказать от всего коллектива партии «Единая Россия» города Азбеста пожелать всего хорошего, счастья, крепкого здоровья, терпения вам большого. По итогам приемки к новому учебному году 18-я школа была признана лучшей в Азбестовском городском округе, а значит, что и детский сад в поселке Белокаменный соответствует своему назначению всем предъявляемым требованиям. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. В результате столкновения двух машин, три человека были отправлены в больницу. 23 сентября приблизительно в 10 часов вечера в сторону поселка Попанинцев двигался ВАЗ-2114. За рулем этого автомобиля находился 41-летний мужчина. На 24-м километре автодороги Белоярский Азбест водитель ВАЗа допустил наезд на Ниву, стоявшую на проезжей части в попутном направлении. По предварительным данным, он не смог выбрать безопасной скорости движения. В результате мощнейшего удара оба водителя и пассажир 14-й получили травмы. Как пояснил водитель Лады, он увидел помеху в самый последний момент, так как на улице было темно. Ни габаритные огни, ни фары на Ниве включены не были. Водитель Нивы, в свою очередь, ничего пояснить не может, поскольку госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться с сотрудником ГИБДД в ходе административного расследования. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Впереди вас ждет прогноз погоды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова